Прежде всего нужно выразить свое удивление тому, что вы пришли, потому что такое название, аскетика для мирян, оно вполне может отпугнуть людей. Нельзя самому понять Священное Писание. Умом Священное Писание своим помраченным умом не понять. Только лишь чтение творений святых отцов, которые подробно объясняют значение, не просто каждой строчки, они объясняют, как жить по Евангелию. В этом значение толкований. Они сами прожили Евангелие, практикой своей жизни и объяснили нам, как это делать. Для этого нам оставлено вот это самое предание Церкви творения святых отцов, которое мы должны обязательно читать. Если мы будем внимательно читать творения святых отцов, то они там показывают эти самые заповеди, объясняют, как их надо понимать и учат, как их надо исполнять. Вот страдая сами и болея этим всем, мы за несколько лет вот этих самых своих страданий пришли к выводу, что надо попытаться собрать все евангельские заповеди, точнее новозаветные заповеди, все взять и собрать попробовать. Эта работа заняла несколько лет, она каким-то таким необычным трудом является богословским. Но вот в этой книге «Жизнь по Евангелию» заповеди занимают вот такую толщину примерно. То есть вот здесь предваряющие тексты, а вот количество новозаветных заповедей в этой книге. Они разделены на восемь добродетелей, которые противоположны восьми основным страстям. Также внутри каждый добродетель, они разбиты на несколько групп, чтобы удобнее было искать. Вот и сколько заповедей. А мы о их существовании даже порой сами не подозреваем. Читаем мельком, на ходу, не понимая значения прочитанному, потому что не читаем творения святых отцов. А вот свод законов, по которым нас Бог будет судить. Видите, вот как все непросто. То есть насколько нам надо с вами нынешним христианам не забывать предание церкви, следовать учению отцов, в частности в вопросе борьбы со страстями, в вопросе развития своих добродетелей. Значит, если мы с вами скажем, что нас сегодня никто не учит этому, мы этим не оправдаемся на суде пред Богом. Почему? Как думаете? Скажем, не было живых отцов, старцев не было. Где прозорливцы? В какой поедем храм? В какой монастырь? Где найдем прозорливцев? Есть несколько имен сейчас в России, которые признаны старцами. Некоторые уже ушли, оставили. Вот нас грешников, потому что уже, ну, невозможно на нас смотреть и отвечать нам, потому что мы не хотим знать ничего. Остались последние. Вот к ним попасть очень сложно. Если кто-то попытается, то напрямую не попасть. Будут прежде принимать помощники, надо прежде пройти генеральную исповедь за всю жизнь. То есть нас еще проверят вообще, зачем мы пришли, кто мы такие, чего нам надо. А потом вопрос, который мы зададим, с этим вопросом иеромонах зайдет к старцу, задаст его, а старец, если даст ответ, он передаст. Вот. Это уже последний вариант. Еще надо знать, куда приехать. Еще надо там выстоять не одни сутки. Бывает. То есть кто нас учить будет, аскетики? А раньше это дело было очень распространенное. В каждом монастыре были такие живые старцы, которые окормляли своих монахов и послушников. В городах они также точно были. И принципиально какой-то тяжелой проблемой у человека, который болеет своими страстями, болеет своим состоянием и хочет изменить свою жизнь, у него не было такой сложности, как сейчас. Он мог прийти к живому человеку, излить ему свою проблему, а тот мог ему сказать точный вариант решения этой самой проблемы, если человек хотел, если Бог открывал. И вот эти самые старцы в монастыре, у них и была такая функция. Они обучали вновь приходящих правильной христианской жизни. Они по примерам, которые они видели в поведении вот этого послушника, или по его рассказам, какие у него были за день происшествий, какие у него помыслы, они определяли, какая в нем действует страсть, та или иная, помогали ему эту страсть обнаружить и с ней бороться. Вот это была ежедневная работа. Может быть, вы читали в «Житиях святых», как ежедневное исповедание помыслов было у них, да? А для чего это было? Ну, чтобы старец знал точное состояние души человека. Как и врач, который хочет вылечить какие-то наши серьезные болезни, он нам назначает приходить на прием регулярно. Правда ведь? А когда мы на прием приходим, он нас допрашивает. Ну, если хороший врач, серьезный. Это как было? Это, это замеряет все параметры, температуру, давление, заставляет сдавать анализы. Медицина, она в этом плане очень похожа с аскетикой, но только тут касается тело в медицине, а в аскетике касается души. Диагностика похожая, определение болезни, лечение. Лечение каждому подбирается индивидуально. Если врач опытный, он очень качественно подбирает лечение. Вот мы с вами, если будем вспоминать, как отцы трудились с немощными послушниками, с монахами, то поймем, что в процессе этой работы, исправляя души этих самых людей, и среди них определялись такие, которые более опытны были, которые более способны были к изменениям, к переменам, к обретению благодати Духа Святого, которая помогала им в дальнейшем не только исправить себя, но их ставили для того, чтобы принимать следующих. Так была преемственность. Из поколения в поколение, из века в век была преемственность. Вот эта самая преемственность шла до какого-то момента, а потом пресеклась. Потом стала слабее, 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 и вообще практически пресеклась. Нет сейчас такого распространенного явления в церкви, как аскетика, как борьба со страстями, объяснение вот этих всех проблем и оказание твердой, конкретной помощи человеку в решении его проблем. Но оправдаться этим мы не сможем. Я к чему склоняю разговор, что нам отцы оставили свои книги. Духом Святым они были наставлены на то, чтобы написать это на бумаге. Когда оно передавалось вживую, из уст в уста, тогда не надо было ничего писать. Когда Бог, предвидящий все наперед, знал, что это явление пресечется в церкви, тогда понудил вот этих светильников в церкви, вот этих носителей Духа Святого написать эти вещи. Где мы можем прочитать сразу нескольких отцов на тему аскетики, борьбы со страстями? Знаете точно? Добротолюбие, да. Добротолюбие какой том? Какой есть? Вот, ну, просто уже, видимо, знают. Второй том Добротолюбие. Давайте для интереса, вернувшись домой, открывайте и начинайте листать. В оглавлении, по-моему, пять святых отцов, имен приводится. Переводил это Добротолюбие святитель Феофан Затворник и, как видимо, считал своим долгом нам, тем, кто еще после советского периода попытается прийти к вере, оставить вот эти самые книги, в которых четко совершенно написано, что святые отцы в разных странах живущие, в разные времена и никогда с друг с другом не общавшихся, они те же самые восемь страстей определили. Примеры проявления страстей одинаковые. Если будете читать и сравнивать, если кому-то хочется вот вглубь вот так залезть, там поковыряться, они не путают случайно, они не о разных вещах говорят, об одном и том же. С удивлением для себя обнаружите. Говорят об одном и том же. Немножко разными словами, немножко другими формулировками, но говорят об одном и том же. Поэтому известно было в церкви всегда и все эти восемь страстей, и примеры проявлений их были известны, и борьба вот эта всегда шла. Это было естественным занятием всех христиан всех веков. Вот в наше время, к сожалению, вот так это уже забылось, что мы даже и название этих страстей не знаем. Название страстей. Тем более не знаем противоположные им добродетели. И когда мы где-то скажем, а вот любовь нужна, а любовь — это высший христианский добродетель, который является совокупностью всех других добродетелей. Прежде чем заиметь любовь, надо сначала победить страсти, потом обрести все предшествующие добродетели, и когда они в совокупности соберутся, а добродетели — это дары Святого Духа, вот тогда только на их вершине рождается любовь, как высший христианский добродетель. Вот видите как? Мы с вами порой замахиваемся на высшее, а вот это первое элементарное, первую ступень нищеты Духа еще не стяжали. И некоторые пытаются любить на основании страстей. Страсти-то есть, неминуемо есть. Диагностировать мы их не можем, борьбу с ними не ведем. По ним мы счастливым считаем, что вроде бы как уже все нормально, ничего такого худого особенно нет, и начинаем имитировать любовь, как говорит святитель Игнатий. Вот эта имитация любви, она очень опасна. Она исходит от страстей. Вот этой страстной любовью мы пытаемся любить Бога. Мы пытаемся любить ближних. Какая любовь сначала обретается? Любовь к Богу или любовь к ближнему? Любовь к Богу прежде, да? Кто еще как думает? Или к ближнему прежде? К ближнему. Да, возлюби Господа превыше всего. Смотрите, все-таки она звучит так. Она звучит, что возлюби Господа превыше всего, а ближнего как самого себя. И вот по звучанию заповедей у нас может родиться соблазн, что сначала надо возлюбить Бога. Она же первым стоит-то, да, по порядку. А потом уже ближнего. А вот нет, практика христианской жизни, она говорит по-другому. Сначала надо возлюбить даже не ближнего. А кого там? Возлюби ближнего как кого? Себя. А как любить себя? И вот мы с вами разводим руки и говорим, что теперь по самолюбию, что ли, себя любить? Дозволять себе все, есть, пить, веселиться. Но как весь мир себя любит, так и мы себя будем любить. Как это себя любить? Что такое правильная любовь к себе? Вот смотрите, ну вот это все вопросы аскетики. Как это правильно себя любить? Готовить себя к Суду Божьему, к вечности. То есть пожелать себе вечной жизни. Не хотеть себе вечной смерти и ада, бояться ада, бежать ада, а хотеть себе вечную жизнь, благую жизнь в общении с Богом, с Творцом, Спасителем, Создателем, Подателем всех благ, с самой Любовью, пребывать в Вечность. Если мы себя полюбим правильно, мы себе этого будем желать. Как этого достигнуть? Опять вернулись с самого начала. Блаженный нищий духом. Как обнищать духом? Надо обследовать себя, посмотреть, я весь болен, убит, весь смертельными болезнями, смертных грехов на мне, гора целая. Впервые мой дух может сокрушиться, а я-то думал я. А я не я. Давайте поищем в Священном Писании. У нас есть какие-нибудь доказательства того, что аскетика нам совершенно необходима, и что мы не можем обойти этого делания, потому что это указание самого Бога. Сейчас опять приведу несколько страшные слова. Если в них вдуматься, то тоже можно себя даже в некотором смысле шокировать. Господь говорит так. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель. Вот следующая фраза очень важная. Знаете, кто следующая фраза? Какая? И многие идут им. Вот заметьте вот эти слова. И многие идут им. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Знаете дальше кто? Как? И немногие находят их. Вот не страшно это? Мы можем, конечно, оправдаться, сказать, так может речь идет о всех людях, о всем мире? Господь может ко всем обращаться? Нет. Эти слова не ко всем. Не ко всем. Они только к христианам. Какая разница? Да к те неверующие. Они вообще не верят. Они вообще не ищут никаких врат, ничего. Они и не ищут, и не стремятся к вечности. Вот эти слова относятся только к нам, к христианам. То есть неверующих людей эти слова вообще не касаются. Которые идут и идут дорогой в никуда. Вообще никто не знает куда, и они даже не задумываются. Они живут вот этой сегодняшней реальной жизнью. Как говорит святитель Игнатий, эта жизнь уже опустилась до уровня жизни животных. Скотов, он говорит. Не оскорбительно, а скоты как животные. И эти выражения, которые я привел, цитаты из Священного Писания, это заповедь, она касается только верующих людей. Причем давайте обратим внимание всех верующих людей, которые по-разному, кто как верят, нет, тоже нет. Только тех, кто верит во Христа, то есть христиан. Эти слова, эта заповедь касается только нас, православных христиан. Если бы это касалось людей всех религий, тогда бы Господь сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они же не знают истины, они уклоняются от истины. Мы с вами считаем, что мы знаем истины, мы православные христиане. Значит, эта заповедь касается только нас. Вот давайте возьмем сейчас всех православных христиан, то есть нас с вами, и эту заповедь применим к нам. Немногие находят, а, немногие находят эти тесные ворота, а широкими воротами входят на пространный путь многие. Это касается нас. Вот тогда уже страшно делается, может быть? Вот мы с вами пришли к вере, вот мы с вами хотим спасаться, мы с вами исполняем какие-то правила христианской жизни, утренние, вечерние, ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, соблюдаем посты, подаем милостыню, что-то читаем даже из творения отцов, и нам таким Господь говорит, немногие находят их. А те, кто широкими воротами идут, многие идут этой дорогой. Ну это же ужас вообще. Вот так вот можно так расстроиться и огорчиться, что надо задать себе вопрос, я с многими или с немногими? Ну надо нам спросить себе? Если это касается нас, именно православных христиан, приходящих сейчас в храм и желающих спасаться, и нам сказано, что немногие находят эти узкие врата. Ну это же ужас же, братья и сестры. А что же мы их не находим-то? Ведь Господь сказал, это же не какая-то отвлеченная статистика абстрактная, это слово Господа Иисуса Христа. Оно абсолютно точно и конкретно, и трактовать его вот так, как угодно нельзя. Почему же среди нас с вами немногие находят вот эти узкие врата? Потому что вот эти самые тесные врата, это есть нищета духа. Оно будет. Оно. Продолжение следует...